В этом году исполнилось 45 лет со дня образования первых отрядов юных инспекторов дорожного движения. Юидовцы организовывают изучение ПДД в школах и детских садах, оформляют кабинеты и уголки безопасности, проводят тематические игры и викторины среди сверстников. Сегодня агитбригады успешно работают в каждой школе района. Ежегодный фестиваль творческих коллективов по пропаганде безопасного поведения на дороге – лишь часть планомерной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Главная цель как сегодняшнего мероприятия, так и в целом работы этих отрядов – это пропаганда безопасного поведения наших детей на дорогах, а также пропаганда не только и выработка у себя навыков безопасного поведения, но и у сверстников и детей, обучающихся более младшего возраста. Кроме того, ребята, задействованные во внеурочное время, совершают определенные выходы вместе с инспекторами ДД на дорогу, проводят беседы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Креативную программу под названием «Жизнь безопасности» показали воспитанники Одинцовского центра эстетического воспитания. Юные инспекторы дорожного движения подготовили оригинальную танцевальную композицию в стиле танго. Ребята рассказали со сцены поучительные истории о том, что бывает, когда не соблюдаешь правила. Профилактические акции – важная составляющая работы госавтоинспекции. Сотрудники дорожной полиции регулярно проводят мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. А гидбригада ЮИД – незаменимые помощники в решении этой задачи. Проблематика детского дорожно-транспортного травматизма очень велика. И связано это с тем, что дети, зачастую оказавшись во дворе в мегаполисе, они не готовы к той ситуации, которая ожидает на дороге. Действительно, что проблемы есть небольшие в том, что микрорайоны строятся, и зачастую инфраструктура не позволяет обеспечить им полную безопасность дорожного движения и нахождение на дороге. Поэтому, действительно, такие мероприятия очень нужны, они несут очень много позитивного. Выбрать победителей и призеров марафона творческих программ с каждым годом становится все сложнее. В своих выступлениях команды виртуозно соединяют скучные правила и творчество. На доступном и понятном для сверстников языке объясняют необходимость соблюдения ПДД. В этом году лидерами стали «Одинцовцы», второй команда из Истры и замкнула тройку призеров «Русская гидбригада». Следующий областной этап конкурса пройдет в Жуковском 23 ноября. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...